здравствуйте ребят привет скажите как меня слышно потому что я здесь в отеле и со связью здесь не очень хорошо но надеюсь что у нас сегодня с вами все получится потому что тема нашего и сегодняшний сегодняшнего эфира на мой взгляд очень интересная особенно ой лариса александровна присоединилась к нам долина между прочим лариса александровна здрасте здрасте здравствуй моя дорогая а хорошо слышно ирочка дубцова здесь ох никто не спит никто не спит ребят значит смотрите сейчас к сожалению на ваши вопросы отвечать я не буду потому что я заявила нашу тему сегодняшнюю и это будет регрессионная терапия последнее время очень часто я так понимаю что не только мои знакомые мои коллеги и друзья знают об этом но и сейчас это стало очень таким популярным методом я думаю что лера ершова которая сейчас к нам присоединиться нам все об этом расскажет ну я вам расскажу про свой опыт регрессии которые я у нее проходила лирик лерочка давай выходи я тебя жду сейчас будем всем рассказывать что же такое регрессионная терапия главное мне тебя найти очень мощная штука ну вот значит у нас в эфире есть люди которые знают что это такое то уже радует но я думаю что кто не знает сейчас мы об этом поговорим и об этом вам расскажем так лирик я тебя предупреждала что я могу тебя искать очень долго поэтому уж извините доченька все хорошо мы сейчас очень уже спит лирочка лера ершова я тебя жду так ребят пожалуйста не не отправляйте мне запросы потому что так посмотреть запрос нет лирика лучше знает что сделай вот как-то маякни мне каким-нибудь сердечком чтобы я тебя нашла потому что у нас уже здесь четыре с половиной тысячи и мне тебя очень сложно будет найти очень многие люди почему-то хотят войти в эфир не надо заходить ко мне в эфир у меня специальный человек для этого здесь машинки машинки моей будет скоро три года вот пишет валерия ершова супер профессионал да я вам сейчас об этом расскажу лирик 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 лера 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 ребят всем привет всем 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 так лир я тебя не вижу что за прическа прическа называется только из душа уж простите не при параде препарат оставлю для работы сейчас у нас такая очень интересная болтушка красивая молодая спасибо у меня фильтры специальные для этого вы тоже все такие же лера лер я тебя найти не могу поставь мне вот сердечко красненькое чтобы я тебя увидела я тогда тебя увижу не вижу пока что придется подождать с прошедшим днем рождения не знаю кого а меня она у меня уже было давно да волосы нарастила специально на лето вот лирик нашла тебя все наконец-то волосы нарастила для того чтобы делать хвосты жарко вот наконец-то наконец-то лера дорогая так подожди я думала я буду дольше искать ты меня видишь лир да и самое удивительное что слышу нет исчезла ну вот так еще раз еще разок еще разок да что ж такое-то пропадаешь у тебя что со связью там у меня я не знаю видите ли вы меня нет у меня на пол экрана горит какой-то текст что ты меня приглашаешь так что происходит что происходит подождите не пойму так давайте так меня хорошо слышно ребят подождите сейчас 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 подключим человека лера что-то у нас ах не хотят ах не хотят больше шести тысяч у нас уже с вами гостей сейчас я пытаюсь леру опять подсоединить что происходит сейчас как я тебя вижу себя не вижу если вы меня видите ну давайте вот так общаться я потому что не знаю что мне сделать а что это а что это такое что это может быть не знаю какой-то технический сбой может быть вообще заново выйти и войти мне давай я еще разочек выйду зайду и добавлюсь в эфир давай давай а нет вот говорят что было видно обоих хорошо и видно и слышно всех видим всех видно это наверное у лера какой-то там сбой потому что сейчас она у меня тоже зависла ах не так часто выхожу прямой эфиры как вы знаете вот такое вот такое у нас так лирика у меня подвисла света я тебя вижу вот Свет Фатеева говорит, что всех видит. Всех вид слышит. Это значит, что у Леры там какой-то сбой. У меня вроде все нормально. Да, ребят, спасибо. Я вижу, что вы всех видите. Ну что, давай. Сейчас начнем, ребят. Сейчас начнем. Вика. А вот сейчас. Нет, это я. Все написали, и видно, и слышно. Все, ура. Ну теперь я всех вижу и слышу, наконец, друзья. Всем здравствуйте. Добрый вечер. Доброй ночи. Ребят, значит, смотрите. У нас, ну, на мой взгляд, это дико интересная тема. По крайней мере, я всегда отталкиваюсь от себя. Если мне что-то интересно, значит, возможно, будет интересно и нашим слушателям в данном случае, нашим слушателям. Рассказываю историю. Знают, что такое регрессия. Но я абсолютно уверена, что из шести тысяч, которые к нам сейчас уже присоединились, половины не понимают, что это такое. Лер, давай с самого начала, чтобы продолжить уже нашу историю, расскажи всем, что такое регрессия. Итак, регрессия – это вообще метод психологии, поэтому всё-таки психолог-регрессолог – это метод трансориентированный, скажем. И это работа с воспоминаниями, это работа с глубинным бессознательным, который хранит 90% всей информации нашей памяти и определяет наше настоящее, наше будущее, наши способы реагирования, наши отношения к самым разным вещам. Вот мы ещё не успели подумать, мы уже не успели проэмилизировать, мы уже каким-то образом среагировали. Вот это всё, да, все наши сгруженные воспоминания и вместе с ними установки, убеждения, наши верования, представления о самых разных вещах, вот всё это там лежит и влияет на то, что мы проживаем эту жизнь тем или иным образом. Так вот, регрессологи – это люди, которые исследуют нашу память и работают с воспоминаниями, осознанными или вытесненными в бессознательное, потому что часто болезненное, неприятное, то, что мы не хотим помнить, вытесняется в бессознательное. Также туда вытесняются и ресурсы, которые могут быть заблокированы травматичным опытом прошлого, например. И вот с этим мы работаем. Мы работаем с внутриутробным периодом, потому что у нас есть память и об этом периоде. И это тоже очень важно, потому что наше формирование начинается задолго до нашего рождения, ещё там, в утробе мамы, потому что мы проживаем всё вместе с ней, и уже там формируются. У нас очень многие отношения и представления к самым разным вещам. Мы исследуем нашу генетическую память, родовую, потому что доступ такой у нас есть, поскольку за каждым из нас стоит мама, папа, у них тоже по маме, по папе, уже четверо, за ними ещё 16 и так дальше. И вот кто-то посчитал, всего 300 лет, 11 поколений, уже 4096 предков, это всего лишь 11 поколений. А дальше? Да. И в наших жилах течёт кровь наших предков, и у нас есть память о том, что они проживали, о их судьбах, и это всё так же может влиять на нас. Далеко ходить не надо. Те люди, у которых были раскулачены, репрессированы люди в роду, дедушки, бабушки, это люди, которые могут бояться больших денег, у которых есть внутри установка, что можно всё в одночасье потерять. А зачем? И на уровне сознания мы вроде хотим быть богатыми, а на уровне бессознательного есть генетическая память о том, что лучше не надо, потому что ну зачем? Ну и так далее. Ну и для тех, кто верит в реинкарнацию, мы исследуем глубинную память, память нашей души, память наших прошлых воплощений. Для тех, кто не верит в реинкарнацию, мы называем это всё метафорами бессознательного, некими посланиями, которые оно нам оставляет. И есть некий феномен, который мы исследуем, никто не знает и не доказан, существует в прошлой жизни или нет. Это момент веры. Я никогда не утверждаю, что есть, что нет. Я считаю каждому по вере, как написано в Священном Писании. Я верю. Но тем не менее, я работаю с огромным количеством людей, которые, например, не верят в реинкарнацию. И что? Но есть некий феномен в трансовом состоянии, в медитативном состоянии, мы получаем доступ к бессознательным. И в какой-то момент мы себя видим участниками каких-то событий, в какой-то роли, в какую-то эпоху. Настолько чётко, явно мы себя осознаём другими людьми, с какими-то системами ценностей. И жизнь того человека, на которого мы смотрим своими сегодняшними глазами, позволяет нам трансформировать свою сегодняшнюю жизнь. И это метод терапии. Это не просто регрессия. Мы не просто открываем прошлое, потому что нам интересно. Мы это делаем для того, чтобы изменить нашу сегодняшнюю жизнь, наше настоящее и, соответственно, наше будущее. Ну вот это если в двух словах. В двух словах. На самом деле, мне дико мешают комментарии, я объясню почему. Потому что, как ты понимаешь, очень много, как мы с тобой и думали, будет людей, которые будут говорить, о, всё с вами понятно. Значит, это единственный вопрос, который задают. Это эзотерика? Я сейчас отвечу. Ну, скроем пока комментарии, чтобы они просто нас не отвлекали. Да, ответим на все вопросы, потом откроем и поотвечаем на вопросы. Я сейчас закрою комментарии и объясню почему. Для того, чтобы, во-первых, вы меня не сбивали, потому что у нас будет интересная беседа, на это, на мой взгляд. Если не нравится, мы здесь никого не держим. Лера, у меня здесь всё очень просто и коротко. Уж прости меня. И поэтому я буду задавать вопросы, потом Лера нам всё расскажет. Если будут какие-то вопросы у вас ещё, мы включим и включим. И будут уже вопросы от вас. Нужно? Так, я, по-моему, выключила, нет? Я пока вижу их. Я тоже их пока выключу. Я говорю, что я пока вижу. Там надо на две точечки нажать и выбрать, отключить комментарии. И я, кстати, выключила, у меня они всё равно идут. Да? Ну, вот у нас сегодня Инстаграм живёт какой-то своей жизнью, не очень подчиняясь нам. Выключить вопросы, я их выключила, они у меня идут опять. Что же, что же это делать? Так, панические атаки, про них мы говорим, ребята. Мы о многом сейчас поговорим. О многом говорите, о коронавирусе. Отключайте, кому не нужно, пусть уходит. Так, подождите. Включить вопросы, включить. Я их выключила. А, всё. Всё. Нашла? Я барабан. О, выключились, да. Да, по поводу эзотерики. Это метод, ну, для меня, который стоит на стыке науки, психологии и того, что ещё не может объяснить ни наука, ни психология. Хотя многое из того, что мы до сих пор считаем мистика или эзотерика, уже объяснили учёные. Да, например, что такое трансовое состояние. Многие думают, что регрессия – это выход из тела, это совершение каких-то астральных путешествий, это что-то вообще такое запредельное. Нет. Это трансовое путешествие, это такая управляемая, ведомая медитация. Это транс, осознанный. Да, мы находимся в сознании, в полном вообще контроле. Мы всего лишь вспоминаем. И, да, эзотерика это или нет, вспоминать, да, что там, мне кажется, нет. И этот навык доступен нам всем от рождения. Мы находимся в трансе большую часть своей жизни, да, в таком неосознанном состоянии. Вообще трансовое состояние – это всего лишь перевод фокуса внимания внутрь своей собственной вселенной, чувства, ощущений, эмоций. И, да, уже в прошлом веке учёные, врачи доказали, описали, что трансовое состояние само по себе очень терапевтично. Потому что в этот момент мы переводим фокус внимания внутрь и можем переработать всю ту информацию, которую мы не переработали в течение дня. И вы знаете, когда мы всё время себя раздаём другим людям с задачами, что мы как белки в колесе, то у нас накапливается такой дефицит вот этих маленьких повседневных трансов, что к вечеру мы настолько устаём, что мы можем просто сесть, зависнуть, уткнувшись в стенку, в телефон, в телевизор, вообще потеряться во времени. В этот момент мы в трансе, мы выпадаем вот как бы из-за этой реальности, проваливаясь в свой внутренний, в какие-то поток мыслей, впечатлений, воспоминаний, фантазий, ещё чего-то. В этот момент наш организм дышит, высвобождая огромное количество энергии и ресурсов, и это происходит такая наша внутренняя терапия. Когда вы ведёте машину, да, вы находитесь в трансе, а большую часть пути вы не осознаёте, вы это делаете механично, при этом думая о чём-то. Вы моете посуду и вспоминаете, как вы отдыхали на море. И спроси вас, как вы умели эти тарелки, вы в жизни не вспомните. Вы на море. Лер, прости, вот смотри, для меня и для многих транс это такое, когда ты сел, тебя под гипнозом во что-то вводят. Нет, ребят, значит, я вам тоже хочу от себя сказать, что нету здесь гипноза. Транс — это не то состояние, про которое вы думаете, что вот вы сидите под гипнозом, там вас не... Вы абсолютно в уме, в трезвом рассудке, вы можете через какое-то время вставать, пить, сходить в туалет, я не знаю, беседовать. Во-первых, на протяжении всей этой регрессии идёт беседа с регрессологом. В данном случае вот у меня была регрессия с Лерой. Давай, может быть, я с самого начала расскажу, как... Давай. Значит, что было со мной. Я вообще по натуре очень такой человек-любознайка. Мне всё интересно, я всегда всё изучаю, что новое касается души нашего, подсознания и бла-бла-бла-бла-бла. И вот когда много-много-много лет назад, ещё, кстати, вот об этой регрессионной терапии никто не знал, я всё это прочекала, мне уже кто-то сказали, Лер, попробуй. Ну, у каждого из нас есть какие-то свои тараканы, свои... которые мы хотим проработать. Я всегда... Вот такие вот альтернативные методы. Психолог — это понятно, все там понятно, но всё-таки хочется докопаться до чего-то вот глубже, что в тебе сидит, очень-очень глубоко. Как это достать, откуда это и почему? И у меня постоянно... Я себе задаю вопросов. Может быть, они лишние, но, по крайней мере, мне всегда интересно, откуда у меня вот это, откуда у меня вот эти страхи, откуда у меня то, откуда у меня всё, почему... Ну, то есть... И первый раз, значит, не будем... Узнала... Я не помню, когда это было. В общем, неважно. Значит, мы, Лера, с тобой сегодня... Вот давай вспомним сразу наш трёхгодичный... Три года назад. У меня с тобой была депрессия, представляешь? У меня с тобой была регрессия. Значит, что я была тогда уже глубоко беременна, и вот-вот у меня должна была родиться Маша, и у меня были дикие панические, скажем так, ну, не панические атаки, у меня были страхи. Ну, во-первых, у меня уже возраст, чтобы в таком пожилом рожать, потом плюс у меня были дикие мигрени, потом у меня периодически всё-таки были какие-то панические атаки. У меня очень много накопилось вот каких-то таких проблем. Роды, когда мне нужно было рожать, я понимала, я дико боялась... Во-первых, я это делала сама, без каких-то, ну, как бы сама рожала, и как это будет, что это будет, боже, возраст, как... Ну, в общем, у меня было очень много страхов. И вот я попадаю на регрессию к Лере, которая со мной что-то делает, как это потом, я уже выяснила, это называется как ДПДГ. Техника ДПДГ, да. Техника ДПДГ. И, значит, когда мы встречаемся с Лерой, я опять к ней пошла на регрессию уже со своими там другими запросами. И она мне говорит, ну, помнишь, вот ты три года назад, мы с тобой делали регрессию? Ребят, я клянусь, для меня это было... Я показала, может, ну, у меня уже какая-то кукуха. Лер, расскажи вот эту историю. Да, это вообще удивительно. Да, потому что ты была вообще с беременными. Мы работаем очень аккуратно, осторожно. То есть, если мы говорим вообще про групповую работу, про курсы, да, которые я веду, то там есть противопоказания. Одно из них – беременность. С беременными мы работаем только индивидуально. И, да, как правило, только вот в таких состояниях, когда действительно уже там и телу нужна помощь, и панические атаки, да, и лигрения, и страхи. Ты была не в ресурсе, ты, я помню, еще работала беременна, ты вообще не отдыхала на этом фоне. Да, вот это все, еще нужен был ресурс. Мне нужно было снять очень много... Да, да, да. Вот. И мы, конечно же, пошли за ресурсами, но мы никогда не знаем, что нам будет открываться, потому что решает бессознательное, потому что это наш внутренний встроенный доктор, и оно знает, что кому нужнее. И иногда бывает, что ресурс настолько заблокирован из-за каких-то травматичных событий прошлого, что мы к нему подобраться не можем, пока мы не исцелим вот какое-то травматичное событие. И мы пошли по линии времени назад, и регрессия – это не только про прошлые жизни, это вообще огромная работа с событиями, с историями этой сегодняшней жизни. Уж если мы говорим про тело и про здоровье, то прежде всего, потому что где бы ни лежали первопричины в нашем роду, наших предков или в прошлых жизнях, тем не менее, есть события, которые являются программирующими, пусковыми, которые активируют программы болезни и разворачивают их. И это, как правило, лежит вот там далеко по линии времени. Часто в детстве, в юности, в подростковом возрасте. И потом похожие события жизни, которые мы проживаем каким-то похожим образом, они это всё уже накапливают, как снежные комы. В какой-то момент вот это количество непрожитого, непережитого наших внутренних конфликтов, боли, травм, переходит в новое качество. Что такое мигрень? Это когда мы снимаем стресс через головную боль. Тело освобождается вот от стрессов, от всего непережитого. Почему через голову? Потому что есть память тела, которая говорит о том, что в теле быть больно, чувствовать больно, ощущать больно. Значит, есть какое-то событие, связанное с тем, что на уровне тела даже человек запомнил, что чувствовать больно. А паническая атака – это тоже удельный вес непереработанных наших стрессов. Человек, который долго не отдыхает. Обычно это очень эмоциональные люди, это актёры, это люди творческих профессий, вот такие, как Лера, которым нужно отдыхать. Да, и способов отдыхать много. Можно лечь в траву на небо, смотреть, можно заниматься танцами, медитациями, плавать, всё что угодно. Но кто это делает, Лера? Вот, когда мы работаем на износ, и вот тогда психика не выдерживает и разряжается через паническую атаку в том числе. Ну и, конечно, страх родов, вот ты говоришь, да, любая беременная женщина, которая ко мне приходит в любом возрасте, даже если 18 лет, она боится за ребёнка, как пройдут роды. Очень много всегда страхов и опасений. И в регрессии есть возможность снять и страхи, и фобии, и заложить такой хороший сценарий для родов, прожить это для того, чтобы, да, вот, напитать свою бессознательную уверенностью в том, что будет хорошо. Ну, так вот, и мы пошли назад. Наша задача была найти, взять ресурс, но бессознательно открыла первопричину. И мы тогда попали, да, мы договорились с Лерой, что мы не будем про это рассказывать. Нет, мы попали в моё детство, где у меня была дико травмирующая ситуация. Я старалась не вспоминать, я как бы её не вспоминала, но вдруг она у меня вылезла, вот прям причём вылезла вообще непонятно откуда. И мы её проработали. И вот эта ситуация сейчас, вот я только одно скажу, да, то есть важно же не что даже происходит в нашей жизни, а как мы это проживаем и какими мы там себя чувствуем. И вот это как и какими и определяет то, что с нами будет происходить потом. И вот в той ситуации, Лер, я только скажу, да, одно, что ты чувствовала себя вот в состоянии бессильной что-либо изменить. Да, вот такое состояние, да, ничего не можешь сделать. Вот, да, такое состояние некой западни. На самом деле мы в самых разных ситуациях можем себя ощущать вот примерно так, как там ты чувствовала себя. И дальше, да, было там ряд воспоминаний, и в дальнейшем, которые ты проживала через вот невозможность что-то изменить через вот это ощущение бессилия, которое в беременность опять развернулось, потому что, да, это ситуация, которую ты не можешь спрогнозировать, проконтролировать, да, это ситуация. Вот и был страх, что опять чисто что-то, что ты на что-то не сможешь повлиять, ничего с этим сделать. И вот этот страх настоящего был поддержан вот этой всей цепочкой, вот тем программирующим ситуациям детства. И мы работали. Самое удивительное, что когда мы встретились с Лерой, да, вот не так давно, я говорю, Лера, ну подожди, ну как ты не помнишь? Я говорю, а ты помнишь? Говорю, мы работали через ДПДГ. Она говорит, через что? Я говорю, ну помнишь, я ручкой перед глазами что-то делала. И вот она смутно, да, Лера, ты стала вспоминать. Говорит, да, было что-то такое. Я говорю, хорошо, а вот сейчас сделаем паузу. Вот сейчас вспомни вот то событие травматичное. Как ты его помнишь, Лер, вот как ты помнишь теперь вот то событие, с которым мы работали? На самом деле это вот, почему я обалдела, Лер, вот реально обалдела, потому что, ребят, я вам клянусь, три года назад я делала регрессию у Леры, как бы я пришла к ней с запросом, да, там, Лер, надо посмотреть, там, мигрени, панические атаки, поздние роды, страхи, бла-бла-бла. Мы это все проработали, причем это же долго идет, то есть там несколько часов, да, это там три. А ты помнишь, какие эмоции были, когда ты это все вспоминала? Я вспоминала, я рыдала, то есть у меня там вообще там такая какая-то истерика была, и вдруг спустя три года, мне Лера говорит, мы вот с тобой встречались, когда дней десять назад, да, она говорит, ты помнишь, мы три года назад вот это проработали, а у меня это стерлось из памяти просто. А что происходит, Лер? Почему у меня стерлось это из памяти? Значит, есть такая волшебная техника ДПДГ, вообще волшебная палочка, потому что, ну, это реально, не знаю, да, для меня как для специалиста, это вот палочка-выручалочка, которую я использую на курсе, когда мы касаемся здоровья, уж точно, без этого никак. Так, в 1987 году жила-была женщина, которая изобрела гениальную технику вместе с нейрофизиологами. На самом деле они понаблюдали за тем, как мы устроены. Вообще, ну вот ты говоришь, да, ты великий исследователь, я, это же так интересно, как вообще мы устроены. Оказывается, наш организм настолько мудр, что у нас есть огромное количество всевозможных способов справляться со стрессом, себя излечивать и так далее, только мы о них не знаем. Так вот, у нас есть информационно-перерабатывающая система, встроенная в нас априори, которая позволяет нам справляться со стрессом и с травматичным опытом. И самая вот главная такая переработка у нас происходит ночью во время сна, когда мы спим, и у нас есть разные стадии. Есть такая стадия быстрого сна, когда мы спим, и все вы наверняка видели, когда глазные яблоки делают такие очень быстрые движения под веками. Эта стадия очень непродолжительная. Но что происходит в эту стадию? Поскольку все рецепторы наших глаз связаны со всеми участками мозга, отвечающими за воспоминания, за разные зоны памяти, за визуальную, за слуховую, за киноэстетическую. В этот момент открывается доступ к бессознательному, мозг переходит на тета-режим работы головного мозга, бессознательно выгружает злость, боль, агрессия, вот все, что мы там не смогли позволить себе пережить и прочувствовать, потому что у нас же всегда все хорошо, мы держим лицо, марку, а уж люди публичные, так это вообще, да, ну как же? И все это вот там складируется, 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 особенно, да, вот такой опыт. И все это выгружается, и через глаза мы перерабатываем считанные доли секунды, вот все то, что мы не смогли переварить накануне. И наутро, когда мы просыпаемся, вы наверняка замечали то, что с вечера нам казалось концом света и ужасом ужасным. Наутром нам уже таким не кажется, потому что произошла переработка. Отсюда русская пословица «утро вечером утреннее», отсюда Скарлетт О'Хара, которая говорила «не буду думать об этом сегодня, подумай об этом завтра», и как она была права. Но когда случается сильное травматичное событие, вот сильное, да, это, не знаю, смерть близкого человека, то есть это какое-то новое вводное, к которому мы вообще не были готовы, с которым мы не могли справиться, то наш мозг ищет ответ на вопросы и не находит, мы не можем себе объяснить, почему, как там. Там огромное количество конфликтов разворачивается внутри, у нас происходит сбой, у нас нарушаются очень многие процессы, в том числе сон. Сон становится чутким, у нас бессонница, и мы можем днями, неделями, месяцами не добираться вот до этой стадии сна, и вот этой переработки не происходит. И тогда всё это капсулируется в нейронных сетях мозга, тогда всё это откладывается в наших мышцах, тканях, клетках, суставах, панцирями, защитными зажимами, и тело на себя берёт функцию переработать всё то, что когда-то не переработала информационно перерабатывающая система. Это вот чистая психосоматика. И вот Фрэнсин Шапир вместе с нейрофизиологами изобрели вот эту технику ДПДГ, десенсибилизация, переработка психотравмами, движениями глаз, которая позволяет искусственным образом воссоздать вот эту стадию быстрого сна и задним числом переработать всё то, что когда-то не переработала наша информационно перерабатывающая система. Дальше что происходит? Приходит человек, мы попадаем в травму, он вот рыдал ещё две минуты назад. Мы делаем эту технику, мы делаем её определённым образом, и буквально через 5-10 минут всё, память о событии остаётся, но привычной реакции, чувств, эмоций, ощущений больше нет. Происходит на уровне нейронных сетей прям такая разблокировка вот этих застаревших нейронных связей, да, и воссоздаются новые узоры события, мы его перепросматриваем, мы его проживаем по-другому, там делаются определённые техники, эриксоновская терапия, регрессионная терапия, да, вот эта техника ДПДГ, вот всё это в сочетании, там большая работа проделывается, приводит вот к такому эффекту. Ну самое удивительное, что произошло? Я была единственным человеком вообще, кому Лера рассказала о том случае. Я не хотела. И она в регрессии говорит мне, что Лера, ты вообще первая, кому я про это рассказываю, я никогда никому не говорила. Если вы помните, я недавно писала пост, что нельзя никогда делать, ни в коем случае, если у вас сильный стресс, нельзя замыкаться в себе, нельзя держать в себе, вот тогда это всё капсулируется, вот тогда, да, это и становится той самой программирующей, вот ситуацией, пусковым механизмом, который может влиять на долгие годы вперёд на нас. Да, вот с ней произошло вот это замыкание, которое явилось первопричиной вообще того, что она пришла ко мне работать со страхами, с фобиями, с паническими атаками через много-много лет, только представьте. И поскольку я была единственным свидетелем того, что на самом деле она не хотела помнить и вообще не хотела, чтобы когда-то это событие было в её жизни, у нас у каждого есть масса таких событий, я вас уверяю, да? То есть техника ДГД стёрла память не только о том событии, но и обо мне вместе с ней. Когда ты пришла, ну как же, то-то-то, я говорю, точно. Я реально для меня, ну просто реально был шок, потому что ну как такое может быть? Ну да, можно там забыть какие-то детали, да, спустя, но блин. Вообще, вот когда эту технику только изобрели, то прежде всего стали использовать и работать с людьми, которые вернулись из зомбоевых действий, которые пережили теракт, которые побывали в каких-то катастрофах, авариях, на глазах у которых, не знаю, там погибла вся их семья, родные и близкие, которые вообще ни спать, ни есть не могли, и вообще, да, вот готовы были только вообще уже уйти из этого мира. И вот эта техника в считанные дни ставила людей на ноги, потому что в этот момент происходит прям такая разблокировка. И то есть что происходит? Когда стресс, мы события запоминаем, а дальше мозг постоянно выгружает вот эту проекцию с прошлого в настоящее. Он говорит, а помнишь? А помнишь? И вы знаете, да, кого-то там в детстве укусила собака, он всю жизнь боится собак, потому что каждый раз, когда вы видите собаку, даже другой породы, мозг выгружает вот то событие, и говорит, ты помнишь, бойся, вот эта собака сейчас тебя тоже покусает, и человек боится. А, это может быть даже бессознательно. Это бессознательно и происходит, считанные доли секунды, да, и вот мы живём и смотрим на этот мир как через проекцию, поэтому говорят, что мы живём в мире иллюзий, вот именно из-за такого свойства нашего мозга. На самом деле мозг-то, он работает на нас, он призван нас предупредить об опасности, он же говорит, ну помнишь, у тебя был такой опыт, будь осторожней, но, да, в каких-то случаях уже это нам мешает жить, мы уже не можем ни шагу ступить, потому что всё время мозг нас настолько пугает и предупреждает, что мы думаем, что мы его вообще лучше, я уже шага не сделаю. Вот эта техника позволяет отделить прошлое от настоящего. Или там, знаете, у женщины один мужчина изменил, все мужчины похожие на него, всё, тёмненькие, высокие, всё, близко к нему больше не подойду, потому что точно будет такая же ситуация. Вот о чём это? О том, что всё, вот уже прошлое влияет на настоящее и мешает нам жить, вообще увидеть по-другому эту жизнь. Да, ДПДГ, это, конечно, ребят, это я просто сама на себе вот всё это проверила, вот вместе с Лерой, я, честно говоря, обалдела. А, Лера? Сейчас, Лера, ещё знаешь, самое удивительное, что эта техника, вот она же настолько проста, что вот нужна ручка или палец, да, и вот мы с тобой работали индивидуально. Вот сейчас у меня начался курс здоровья, да, даже ещё можно присоединиться, вот кого волнует тему здоровья, пожалуйста, мы там будем всё это делать, искать первопричины, исцелять их с помощью ДПДГ. И самое удивительное, что вы научитесь, то есть вам не нужен специалист для того, чтобы овладеть этой техникой, и вы сможете научить своих там близких, например, и вот даже просто вы пострессовали, вот готовы всех разорвать, вы буквально выдохнули, сделали эту технику буквально две минуты, и всё, вы можете дальше жить, дышать и быть нормальным человеком. Поэтому, то есть это реально палочка-вручалочка, я бы в школе преподавала её, и просто учила бы всех людей ей пользоваться, чтобы они помогали себе вот в течение дня. Я пошла, ты же знаешь. Лерик, смотри, чем отличается, например, ну вот сейчас, как бы в общем, обо мне, про мою эту говорили, мы ещё, я ещё коснусь 10-дневной нашей с тобой регрессии, но всё-таки изначально, я думаю, что будет такой вопрос, я его хочу предвосхитить, чем регрессия отличается вообще от других метров, потому что, в принципе, последнее время, сейчас, да, очень много пошло, начиная там от разборов, заканчивая, ну то есть много-много разных техник, чем вот регрессия реально отличается от других каких-то техник. Потому что это, на мой взгляд, самый разрешающий метод из всех. Это метод, который вообще регрессологов очень много, да, специалисты, специалисты розни. Вот для меня этот метод вмещает в себя вот всё то, что я знаю, ряд методов психологии, кучу практик, которые я изучала до. Этот метод позволяет поработать, вообще послушать своё бессознательное и посмотреть, что оно откроет. И это событие этой жизни, прошлых воплощений, с родовой памяти мы можем работать, мы можем пойти во временную прогрессию, поисследовать потенциалы нашего будущего, которые не предопределены, которые многовариантны. Оно даёт, вот этот метод, он даёт столько возможностей, которые не даёт больше ни один метод. Это я психолог, я изучала все методы психологии. И метод регрессионной терапии включает в себя психоанализ, символ драмы, психодраму, транзактный анализ, семейные расстановки по хиллингеру. Вот это всё здесь. Тета-хиллинг, кто знает. Вот это всё здесь, да. И мы это можем использовать. Поэтому инструментов огромное количество. Куча техник, как ДПДГ. Я ещё, например, на курсах включаю нейрографику. Это тоже метод, который возник на стыке науки, психологии и искусства, который позволяет прорисовать всё то, что у нас там внутри, свою боль, выразить её, трансформировать её, создать. И также сформировать новые нейронные связи. Это метод, тоже придуманный доктором психологии, Павлом Пискарёвым. То есть вот, и этот метод, вот если даже возьмём любой метод психологии, там очень много правил. Это можно, это нельзя. Вот метод регрессионной терапии, он разрешающий. Можно всё. Не важно, да, не надо никак особенно готовиться к нему. Не важно вообще, как ты сидя это проходишь, или лёжа, в какой позе ты лежишь, скрещиваешь ты ноги, руки или нет. Ты можешь попить чай, выйти в туалет, открыть глаза. Вот как тебе удобно и как тебе комфортно. Главное, чтобы твоё тело не мешало твоей душе открыть то, что тебе важно. Открывает наше бессознательное. Либо первопричину чего-то, либо ресурс, которого нам не хватает в этой сегодняшней жизни. Слушай, Лена, у меня ещё, знаешь, какой вопрос возник. А вообще вот о регрессологии говорят что-то, наука что-то говорит? Учёные это исследуют до сих пор, изучают. Но как метод он стал формироваться в 70-х годах в Америке, в прошлом веке. Хотя люди всегда знали, как получить доступ к своему бессознательному. Они использовали для этого танцы звук, дыхание, голод, боль, всевозможные снадобья. И об этом есть масса свидетельств. И вот на моём сайте даже есть статья. Об истории метода регрессионной терапии. Там даже собраны вообще люди, которые вспоминали свои прошлые жизни и описывали их. Очень много свидетельств. Тот же Джордана Бруно, которого сожгли на костре за то, что он уверял, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Он также видел свои прошлые жизни и рассказывал об этом. Ну и так дальше. Так вот. И первое, кто заметил, это были вообще эстрадные гипнотизёры. Когда люди сначала под классическим гипнозом начинали рассказывать, что они себя видят, осознают другими людьми, которые живут в другую эпоху. И так дальше. Дальше, кто ни попоза, стал изучать гипноз. И вот эти гипнотизёры-любители стали вводить своих друзей, приятелей, знакомых там, для того, чтобы просто было интересно, как это всё. А потом уже к этому подключились врачи, психиатры, психотерапевты. Прежде всего, вообще врачи, это тоже, я считаю, учёные, которые стали проводить свои исследования. Их было достаточно много. Был такой Ян Преттин Стивенсон, который поставил на карту вообще всю свою репутацию психотерапевта. И он за 40 лет объездил огромное количество стран. И он беседовал с детьми, которые абсолютно осознанно рассказывали о том, что они помнят свои прошлые жизни. И он брал этих детей. Он ехал в те места, которые они рассказывали. Что? Говорят, детки до 30 лет помнят свои прошлые. Очень много, Лера. У меня есть пост, который называется «Дети помнят свои прошлые жизни». Я могу после нашего эфира выложить его, например, ну вот перепост делать в сторис, чтобы люди почитали. И огромное количество комментариев моих подписчиков, которые рассказывают о том, что они в детстве помнили прошлые жизни, что им дети рассказывали о прошлой жизни, как они выбирали своих родителей, с какими задачами пришли и так далее. Это вот, это уже, ну, реалии наших дней. Это не что-то такое из ряда вон. Так вот, он написал там ряд мне на монографии. Причём, я говорю, он ездил в те места, он поднимал документы, архивы, свидетельства о смерти и жизни. А эти дети находили те дома, в которых они жили когда-то. Где в настоящем времени жили уже когда-то их дети или правнуки. Рассказывали кучу историй. В общем, всё он это описал, это всё можно найти. На моём сайте прям перечислены все эти книги, например. Ну и так дальше. Вот. И прежде всего стали работать с людьми, работая с фобиями, со страхами, с иррациональными, потому что огромное количество людей, которые боятся чего-то, но нет никаких причин бояться воды или огня, или высоты. Ничего никогда с ними не происходило. Ничего подобного, что привело бы к этому страху. И вот тут нам очень помогает память о прошлых воплощениях, потому что если человек боится воды, возможно, он в прошлой жизни утонул или на его глазах утонул близкий человек, и он не смог этого пережить, ну и так дальше. Да, люди, которые не могут разбогатеть, например, в прошлой жизни их могли ограбить из-за денег, они могли всё потерять, и у них на глубине бессознательного есть программа о том, что деньги приносят беду, ну и так дальше. Или человек посвящал себя духовному пути, и есть конфликт между духовным и материальным, и тогда истинно духовным людям деньги не нужны, там деньги – это грязь, ну и так дальше. У нас огромное количество программ и установок. Женщины, которые не могут забеременеть, это женщины, которые в прошлой жизни, там разные варианты, они либо умерли в родах, либо потеряли ребёнка, либо вырастили ребёнка, а этот ребёнок там опозорил семью и весь род, и тогда в той жизни было принято решение, да, и сформировано убеждение, что а зачем вообще лучше без детей, чем вот это всё переживать. Или, может быть, страх, тоже основанный на опыте прошлого воплощения, о том, что ребёнок может помешать самореализации, потому что слишком много внимания возьмёт на себя, потому что в прошлом был такой опыт, и вообще, какая бы у нас ни была установка на глубине бессознательного, есть некая история, которая привела нас к тому, что она сформировалась, и вот нам очень важно открыть вот то, что привело к этому, и тогда мы можем это разблокировать. Ну, и также, да, прошлые воплощения, они нам помогают исцелять через ресурс, например, приходит человек, ну, опять такой же, который говорит, что мне вообще, да, вот хочу быть богатым, и не могу, вот что только не делаю, деньги не идут в руки, и вообще не понимаю, как это, вообще, как это быть богатым, вот все говорят, да, хочешь быть богатым, начни жить как богатый, а вот как это, как это применить в жизни, да, многие же коучи говорят, давай, начинай, прямо сегодня, да, у тебя зарплата, там, 7 тысяч рублей, а ты уже начни жить как миллионер, и вот как человеку вообще это сделать, и как ему это почувствовать, и более того, да, он может прийти и сказать, слушайте, ну, вообще, в моем роду ты не было богатых, все вон, крестьяне, ну, куда я-то, и вот мы идем в регрессию, к нему приходят предки, говорят, у тебя в роду не было богатых, сейчас мы тебе пойдем покажем, сколько ты там, два-три поколения знаешь, а дальше, и открывают ему жизнь предка, богатого, состоятельного, для того, чтобы человек вообще прочувствовал, а как это вообще, в принципе, да, либо он вспоминает свою жизнь, и мы можем посмотреть в регрессии, а как он стал богатым, и ему могут показать жизнь, где он с низов поднимался, что он для этого делал, какие качества и навыки он нарабатывал, как он приятно относился к людям, к самым разным вещам, и он выходит из регрессии, и ему уже вообще не важно, да, где причины, он уже знает как, он уже видит путь, и это, конечно, уникальный метод, который позволяет, вот прям прожить какой-то опыт, получить его, Лер, ну, вот ты это знаешь, у тебя были ресурсы из жизни, я хочу, да, я хочу вот тебя спросить, а что делать людям, которые не верят, ну, вот не верят, вот мы сейчас с тобой, регрессия, ребят, это на самом деле рабочая история, это работает, это круто, помогает, а что сидят две бабы, вот смотрите, я не встречала ни одного человека, который бы отрицал, что у нас есть сознание, есть бессознательное, есть некая наша неосознаваемая часть, да, какая-то внутренняя, которая влияет на то, что происходит с нами, вот на осознаваемом уровне, ни одного такого я не встречала, если приходят люди, которых пугает слово «транс», то через две минуты моего объяснения, что такое трансовое состояние, да, они перестают этого бояться, вот вы сейчас можете, да, даже не закрывая глаза, просто послушать своё дыхание, и вы уже находитесь в трансе, просто в регрессии есть возможность перевести фокус внимания, удержать его вот на этой внутренней вселенной подольше, и регрессолог – это человек, который помогает другому это сделать, задавая вопросы, да, мы ведём голосом, другой человек путешествует под голос, кто ходит в церковь и молится, в момент молитвы вы находите в глубоком трансе, да, рыбаки, которые сидят и смотрят на поплавок часами, хотя им кажется, что прошло пять минут, это трансовое состояние, охотник в засаде, то же самое, вот, это всё, да, трансовое состояние, и мы лишь используем наш совершенно, ну, вот, обычный, встроенный в нас навык. А дальше мы говорим о том, да, Лера, сейчас просто отвечу, что, а дальше мы просто говорим о том, что мы можем это всё называть посланиями бессознательными, да, метафорами бессознательными, ну, вот, предположим, что у нас есть уникальная возможность ткать какие-то истории, разворачивать перед нами, да, и неважно, как мы это назовём, прошлой жизнью, метафорой, историей, там, посланию, неважно, это некая история, которую, да, вот, создало наше внутреннее, не знаю, воображение, подсознание, как угодно, позволяет нам либо посмотреть, увидеть что-то в себе, вот, примерно так, когда мы идём в кино, и смотрим фильм, и мы же в героях узнаём себя, правильно? фантазию, я вот сейчас просто хочу на своём примере рассказать, первая регрессия, первая регрессия, о которой я узнала, сказала Анфиса Чехова, подружка твоя, подружка с тобой, которая прошла это всё, и Жанна, и Пли, я им всем звонила, я говорю, девочки, ну как, ну как, ну как, иди, иди, значит, и я думаю, когда я ехала на первую регрессию, так, значит, я уже примерно понимала, что там будет, думаю, там, значит, нужно будет сейчас что-то придумывать, и я думаю, я сейчас себе придумаю, что я, там, королева, принцесса, в общем, у меня вообще всё отлично, я в ништяках, значит, ребят, на первой регрессии, вдруг, как объяснить, я не понимаю, как это, ну как бы, это невозможно объяснить, то есть, мне это приходит, как приходят какие-то образы, какие-то мысли, какие-то это, короче, если вам сказать кратко, первая регрессия моя прошла, когда я ехала туда, я думала, что я нафантазирую сейчас всё, что угодно, как бы у меня воображение работает прилично, значит, я была мужиком, жила в средневековье, была, блин, каким-то там масоном, значит, ходила в какой-то там мужской клуб, женщин вообще не было, то есть, это был какой-то такой кошмар, всё серое, чёрное, всё плохо, там, то есть, и я, я понимаю, что я, когда вышла из первой регрессии, я думаю, блядь, это что было вообще? Что это? Почему это? Чем отличается фантазия от того, что происходит в регрессии? Фантазия, мы можем придумать, контролировать, управлять этим, да, сделать всё, что мы хотим, в регрессии с точностью это наоборот, ты там себе можешь придумать всё, что угодно и ожидать увидеть всё, что угодно, но вдруг ты видишь то, что видишь, и тебе может это не нравиться, ты хочешь увидеть дворец, но ты видишь какую-то лачугу разваленную и ты не хочешь её видеть, ты говоришь, я не хочу лачугу, я хочу дворец, но ты видишь лачугу, и ты смотришь, переводишь фокус внимания на свои ноги, они в какой-то драной одежде, и они мужские, и грязные ногти, и ты думаешь, вообще я не хочу это видеть, но ты продолжаешь это видеть. Это настолько удивительно и настолько фантастически, что это происходит, почему это происходит, то есть понятно, что мы всё равно можем объяснить, что творит наше подсознание с нами, но это на самом деле дико интересно, очень интересно. Лена, расскажи про жизнь, которая у тебя открылась вот в последний наш раз, вот она удивительная, вот про мальчика. Конечно, это для меня тоже, я всегда почему-то хочу увидеть себя девочкой, но я почему-то всегда мальчик в прошлой жизни, ну это уже, наверное, отдельная история. Нет, подожди, мы потом дойдём до ресурсной жизни, там-то была девочка, не надо. Когда я у Леры была на регрессии десять дней назад, опять-таки там со своими запросами, и вдруг я опять оказываюсь где-то далеко, ну может быть не в Африке, но где-то вот прям очень далеко, я маленький мальчик, я мулат, я живу с мамой, значит, нашего отца тогда сожгли, и потому что был пожар в деревне, мы в это время с мамой, это мне, чтобы вы понимали, это мне выдаёт моё подсознание, я не знаю, как объяснить, Лерик, понимают нас люди или нет, да, которые не проходили это, то есть это выдаёт такое моё подсознание, что я маленький мальчик, я такой мулат, чёрненький, мы с мамой, значит, уходим куда-то там в лес за грибами или за провизией, за едой, и когда возвращаемся в деревню, нашу деревню сожгли, и там погиб наш отец. И вообще всех перебили, потому что это был там набег, вот кого, кстати, вот, вот сейчас я расскажу, Лера, как вот, да, вот, я не знаю, помнишь ты или нет, в какой-то момент я говорю, Лера, что произошло, и Лера вдруг говорит, викинги, и вдруг Лера говорит, я не знаю, что такое викинги, кто такие викинги, когда они были, откуда они, тут море, они могли быть нигде, море, я говорю, я не знаю истории, Лера, это я не знаю, короче, викинги, вот, потому что бессознательно, оно же разговаривает на языке образов, чувств, ощущений, и на языке знаний и пониманий, иногда просто ты знаешь, ты не понимаешь, откуда, ты не знаешь историю, ты вообще не знаешь викинги, море, Африка. Нет, я попала, Лерик, и почему я вообще брякнула о викинге, я понять не могу, потом же после регрессии я залезла в интернет, понятно, что это история, понятно, что они скандинавы, но оказывается, они там путешествовали, ездили по морям, иногда занимались пиратством, ну, в принципе, в то время это делали все, и не ходили до каких, ну, в общем, и, ну, то есть я, они, ну, сжигали, разоряли семьи, всех убивали, вернее, деревни и так далее, и вот это был вот такой момент, и вот дальше, что, вот самое интересное дальше, Лера, можно я озвучить твой запрос, которым ты пришла? Давай. Или ты сама озвучишь? Нет, говори. Просто, это вот какая-то история, то есть Лера пришла в этот раз тоже, в связи с тем, что очень много работает, не хватает ресурсов, да, всем себя раздает, всем помогает, на себя времени не хватает, и вообще ресурсов и всего. И вот открывается эта жизнь, просто важно же вот это связать все. Вот дальше самое интересное. И вот что дальше происходит с этим мальчиком? И этот мальчик, ну, то есть я так понимаю, что это я там в какой-то своей, там, в каком-то одном, в одном из воплощений, мы, значит, с мамой уезжаем уже из этой деревни, в более населенный, ну, если можно назвать город, значит, в какую-то местность, и я иду, значит, на военное обучение, как бы становлюсь воином. А вот скажи, вот этот мальчик, ты помнишь, что он подумал, когда вот он, они вернулись с мамой, и всех перебили, вот что с мальчиком произошло в этот момент, это вот самое важное? Как он это прожил? А там, насколько я помню, ты мне сейчас, помоги тоже в этом, да, что я говорила, я же это говорю без сознания, ты же помнишь больше, ну, что я говорю, у меня там была как мысль, почему я не проконтролировала, когда убили отца, когда сожгли деревню, а мы в это время, нас не было, почему я как бы не вижу, а почему меня в этом не было в этой деревне, когда её сожгли, а почему как бы не было меня, я бы, возможно, смог бы помочь, ну, вот, наверное, это так. Да, это такое невротическая вина, вот есть вина реальная, есть невротическая, реальная, это когда мы реально, да, заведомо пошли на то, что мы знали, там, к чему приведёт и так дальше, вот реальная вина, она искупается там, тюрьмой, деньгами, какими-то событиями нашей жизни и так далее. А невротическое это когда вы без вины виноваты, когда в тот момент, когда вы пошли с мамой грибы собирать, вы же не знали, что вас не будет, и то, ну, произойдёт то, что произойдёт. И вот тут произошло вот это замыкание, невротическая вина, когда нам кажется, что если бы я не ушёл, я бы мог что-то предпринять, я бы мог спасти, я бы мог там что-то изменить. И вот да, вот это разрывается внутри, вот эта тема конфликтов, вот эта невротическая вина, которая не даёт нам жить. И вот ему приходит идея, что он может искупить эту вину, если он пойдёт служить. Для чего, Лера, вот договорит. Я пошла служить, как бы я, тот мальчик, которого я пошёл служить для того, чтобы защищать, для того, чтобы защищать и умереть. Да, и умереть, чтобы не спас свою деревню, буду спасать других людей ценой собственной жизни. Собственной жизни. И вот это вот ценой собственной жизни, спасать других ценой собственной жизни. И тогда война, а сейчас мирное время. А у меня-то это до сих пор. А это до сих пор. А цена собственной жизни, это может быть здоровье, это может быть премия, это ресурс, это всё, что угодно. Когда мы, не щадя себя, живём ради других людей, лишь бы всем было хорошо. Когда мы помогаем, даже когда у нас уже нету самих ресурсов, когда мы падаем, но мы последнюю рубашку снимаем и другому отдаём. И вот тогда начинается опять психосоматика, болезнь тела и так дальше. И дальше вот, Лер, когда вот вспомнишь, ну вот расскажи, лучше ты расскажи. То есть когда вот ты начинаешь видеть эту взаимосвязь? У меня, когда я начинаю видеть эту взаимосвязь, вот то, что я видела в регрессии, вот этот парень, который ценой собственной жизни готов всех защищать, я понимаю, что в принципе в этом воплощении сейчас я, я действую так же. То есть мне в принципе на себя уже давным-давно наплевать. Ну я в плане того, что мне надо то, мне надо всем, мне надо всем, кроме меня самой. И то есть я уже вне ресурса, я уже вообще на нуле, у меня нет энергии, у меня нет усил, у меня начинается то одно сыпаться, то второе, то третье. И я пришла к Лере, я говорю, Лера, помоги. Я говорю, я не могу, но я просто вся рассыпаюсь. И тут оказывается, что это все вот мне приходит вот в регрессии, вот такая вот история вот этого молодого человека, который вот, и мы это раскрутили, что это все тянется, это вот. И вот все говорят, а зачем ходить в прошлые жизни? Потому что наши выборы прошлого, вот те решения, которые мы принимали когда-то в других телах, в других жизнях, они влияют на нас сегодняшних, наше отречение от жизни, когда мы сказали, да не нужны мне никакие деньги, никакая любовь, пошли, постриглись в монастырь, ушли, например, да, отрекшись от всего. И это решение будет влиять на нас сегодняшних. Или мы, да, похоронили себя, ну так условно, заживо, вместе со смертью близким человеком, и решили, что мы будем ему верны всегда. И мы можем хранить эту верность до сих пор, к какому-то человеку из прошлого, в этой жизни не разрешая себя любить и не отдавая себя целиком кому-то. Вот Лера тогда приняла решение, что она будет спасать других, ценой собственной жизни. И сколько жизней она уже так живёт, вот опираясь на то решение, которое принял когда-то тот мальчик в той жизни, вот там, в каком-то возрасте, юношеском. Исцеление происходит через осознание, когда ты осознаёшь, когда тебя торкает вот этот утренний инсайт, и происходит разблокировка. И тогда мы растождествляемся, тогда мы смотрим на ту жизнь своими сегодняшними глазами и говорим, нет, всё, хватит, я так не хочу. Потому что в регрессии ещё, да, вот чем уникален этот метод? Когда мы идём на глубину нашей души, туда, на глубину бессознательного, когда нет времени, мы путешествуем своим вниманием, да, вообще вот мы, вот где наше внимание, там мы и находимся. И мы смотрим и делаем новые выборы. И вот эти новые выборы и новые решения, они и меняют всё. И когда Лера говорит, всё, я больше так не хочу. Я хочу баланс между давать и брать, удерживать и отпускать, между помощью других и себя не забывать. Потому что хватит уже искупать вину, да, веками, там, ну, минувших лет. Да. И очень важно простить того мальчика и сказать ему, что он ни в чём не виноват. И главное ещё там вот эта программа, да, что... Вот ты вспомнила вот этот бой последний, когда ты погиб, и ты бился. Вот тоже, Лера, ты прямо говорила, что ты прямо искала смерть, ты прямо хотела умереть, понимаешь? Потому что жизнь стоит смерти, понимаешь? Жизнь стоит, чтобы вот так умереть. Вот представляете, какая программа стоит до глубины бессознательного? То есть это такая программа, да, что жизнь равно смерти. И вот это увидеть и осознать, это вот, ну, это дорогого стоит. Ты вот так этого не увидишь в себе. Мы вышли из регрессии, мы пошли пить чай. Да. Вот, Лера сидела. Вообще, да как это всё? На самом деле вот это, 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 это дико интересно. Это дико, можно сказать, что это фантазии. Возможно, это фантазия, возможно. Но это настолько всё... У меня сейчас, знаешь, сейчас, Лера, что? Чего? Дежавю? Дежавю. Дежавю. Знаешь, что такое дежавю? Как будто это уже когда-то где-то было. Да. Когда мы идём на воплощение, мы... Вот кто смотрел мультик «Душа», то мы когда, ну, заканчиваем эту жизнь, мы её просматриваем, да, с такого некого пространства жизни между жизнями. И когда мы идём на воплощение, мы просматриваем, да, многовариантность событий и какие-то рэперные точки, люди значимые, ключевые на нашем пути, да, мы их видим. Вообще мы путешествуем из жизни в жизнь огромным количеством душ, встречаясь в самых разных ролях и ситуациях. И мы узнаём этих людей, когда мы видим, и нам кажется, что мы знали этого человека тысячу лет. И не одну, я вас уверяю. Да. И тоже, да, вот, Лера, говорят, а почему вообще мы не помним прошлой жизни, мы их помним. Вот мы сюда переходим к нашей рациональной страхе и фобии. Какие-то места, в которых просто вот нам кажется, что, да, мы здесь были уже когда-то, нас переполняет чувство эмоции. Это память о прошлых воплощениях, да, человек, которого, тебе кажется, знал тысячу жизней. Или человек, который вдруг вызывает у тебя, ну, просто пурю негативных эмоций, хотя он тебе даже здрасте ещё не сказал. Скорее всего, есть какая-то история, вот, ну и так дальше. И вот, конечно, и вот дежавю, это когда мы вспоминаем, что, да, значит, Лера, наша встреча, она важна для чего-то. То есть какая-то такая веха, может быть, небольшая, да, но на твоём пути такая важная, знаковая. Это просто. Это дозавю. Скажи мне вот ещё, а вот депрессии убираются или грей? Да, надо понимать, что депрессия есть тоже разных стадий. Вот, и если мы говорим о депрессивном состоянии сначала, которое выражается в хандре, в апатии, в отсутствии сил, да, это решается с помощью психологии. Дальше глубже. Это когда уже у нас нарушается сон, нарушается питание. Это когда уже у человека вообще нет ресурсов встать утром. Это когда может начинаться уже ломота в теле, например. То есть когда подключается прям физика, когда человека вообще ничего уже не радует, не мотивирует. Вот тут уже часто подключается медикаментозная поддержка, потому что мы, помимо духовных существ, у нас якорь в теле, мы химические, биологические существа, мы целая там таблица Менделеева внутри, целая лаборатория, которая тратит огромное количество микроэлементов, ресурсов на проживание, особенно стрессовых событий нашей жизни. Если вот эти ресурсы расходуются, если у нас нехватка серотонина, мелатонина, дофамина и так далее, то нам их откуда-то нужно брать. И вот если уже подключается физика и вот те симптомы, о которых я говорила, то мы работаем, психологи в своей части, врачи, помогают телу с помощью антидепрессантов и какого-то специально подобранного лечения. И есть клиническая депрессия, где психологам делать уже нечего. Это когда человек лежит, он даже встать с постели не может. Он не хочет жить, но у него нет ресурсов даже на самоубийство. И вот здесь только уже медикаментозное лечение, потому что это уже приравнивается к такому психическому расстройству личности. И вот там нужны уже медикаменты. Поэтому если мы говорим про нашу работу и на моих курсах, то депрессивные состояния, конечно, потому что всё же сгружены в бессознательное. И да, вот чем отличается просто от психологии психолог, а поговорить. Вот мы с вами сейчас поговорили, и многие там что-то поняли, даже осознали. Но для того, чтобы нам это применить в жизни, нам нужно на глубине бессознательного решить вопрос. Поэтому регрессия позволяет получить доступ к бессознательному и сделать там огромную работу, причём краткосрочно. Если к психологу годами надо ходить, или просто поговорить, регрессия даёт возможность реально за один-два сеанса реально изменить вот эту внутреннюю вселенную, чтобы на это всё повлиять. Прости, у тебя сейчас вот этот вот, смотри, есть же как бы индивидуальные регрессии, а есть групповые. Да. А если я ещё хочу у тебя здоровья, я хочу у тебя проходить. Можешь мне тоже немножечко порассказать, что там происходит? Да, индивидуально, во-первых, там это четыре часа. Вообще индивидуально ко мне сейчас не попасть, потому что очень большая очередь. И, собственно, когда там несколько лет назад я поняла, что очередь уже большая, желающих много, я одна и разорваться не могу, то я поняла, что нужно что-то думать. И вот я придумала шесть курсов в год на разные темы, которые позволяют действительно глубоко поработать. Вот сейчас курс здоровья. Работает, может человек, есть противопоказания? Можно я выключу кондиционер секундочку? Понятно. Расскажи, пожалуйста, есть ли противопоказания вообще? Да, для групповой работы есть, и вообще для регрессии. Это возраст до 18 лет. Это нахождение в алкогольном или в наркотическом состоянии в момент прохождения регрессии. В зависимости мы работаем. Это психические расстройства, диагностированные. Тут психологам делать нечего. Мы работаем с условно здоровыми людьми, помогаем им справляться с тем, с чем они справиться не могут. Это эпилепсия. И не столько потому, что это противопоказание, потому что нужно, чтобы кто-то был рядом, если вдруг начнется приступ, да, и могли помочь. И беременность для групповой работы, потому что беременным нужен ресурс. И если уж мы работаем, то только в индивидуальном, очень аккуратном ручном режиме специалист, собственно, должен знать, что он будет делать, если вдруг беременный человек, вот как с Лерой, попадет в страшную травму. И вот если бы, да, я не владела теми техниками, которые я владею, я не знала, да, вот что бы мы там делали. Поэтому, да, здесь очень важно. В групповом процессе мы так не рискуем. И сердечные заболевания, такие серьезные, потому что любая работа, она очень глубокая на курсе. И когда мы будем работать со здоровьем, мы пойдем исследовать пространство этой жизни. Мы будем работать глубоко с родом. Мы много чего будем делать. Мы будем слушать тело, и оно будет каждому открывать то, что нужно для того, чтобы исцелить ту или иную болезнь или позаботиться о своем теле в плане профилактики. И могут быть очень сильные переживания. И сердце мы не знаем, как среагирует. Поэтому, когда мне пишут в директор, например, Валерий, у вас противопоказания, но вот у меня, да, там есть некий порог, но он меня не беспокоит. Я спрашиваю, когда вы нервничаете, переживаете, беспокоит? Он говорит, да нет, вообще никогда. Я говорю, тогда вам можно на курс. Но если, да, вы чуть что хватаетесь за сердце, то вам нельзя. То есть вот, собственно, и все. Курс проходит, это 9 уроков и 9 регрессий в месяц, даже там чуть больше, чем месяц, два раза в неделю. Уроки, которые можно проходить в записи, это видеоуроки, где я все подробно рассказываю, есть лекции и так дальше. И регрессия, в которую мы идем уже и работаем над какой-то проблемой. Можете по ссылочке в шапке профиля посмотреть, программу почитать, что там происходит, задать вопросы в директ и так дальше. И есть обязательно поддерживающий чат в Телеграм с моим участием, с кураторами. Я не провожу свои регрессии без чата с обратной связью, потому что людям важно поделиться, задать свои вопросы, получить ответы. Есть еще один чат без обратной связи, где я публикую какие-то материалы очень важные. Собираю из чата, я вижу, какие есть вопросы, и пишу ответы, которые важны для всех. Раз в неделю я провожу дополнительные эфиры в онлайн-формате, также отвечая на вопросы участников. То есть это такая вообще большая, трудоемкая работа, глубокая, позволяющая действительно глубоко проработать. И вот, Лера, недавно была регрессия летнее солнцестояние. Ты ее проходила. Есть у меня еще регрессии на каждый день, которые, я знаю, ты тоже проходишь. Такие маленькие, которые позволяют справиться с бессонницей, восстановить ресурсы. Вот, и я помню, что... Я тебе знаю, что можно сказать? Вот это солнцестояние, я, ты не представляешь, что, как бы, вот, я даже не знаю, как выразить. Я, правда, пару раз засыпала, потому что я была очень уставшая, потому что ты не в ресурсе, да. Да, и когда я на ночь ее включала, там твой голос, вот это вот все, и я прям бумс, и для меня это было, знаешь, как снотворное. А потом, когда я уже начала уже слушать в нормальном состоянии, слушай, ну это, конечно, бомбическая история, Лерик, я правда. Вот это вот твоя регрессия солнцестояния, это было очень круто. Вот прям... Лер, ну а вот скажи, чем отличается индивидуальное, а вот от того, что ты путешествуешь под мой голос в записи, вот в чем разница? Ты знаешь, ну, наверное, я тебе объясню, наверное, в индивидуальном мы все-таки прорабатываем совсем личное, потому что я тебе говорю, вот, я тебе говорю, что до чего мне нужно докопаться, и ты меня ведешь очень лично к моим каким-то вот так запросам, которые я тебе даю. А групповая, она такая, ну она, блин, я не знаю, это, ну круто. То есть она как... Мне кажется, я не знаю, как объяснить, но она другая просто. Но так же ведь ты вспоминаешь, ты видишь жизнь, ты себя осознаешь, просто солнцестояние, оно было очень ресурсным. Ай, да, все... Нет, все на самом деле то же самое, только там это именно прям глубоко по твоим проблемам, а здесь она такая общая, для всех нужная на самом деле, но, блин, солнцестояние, это был высшак, вот лерик, правда. Ну прям вот. Спасибо. Но она была, вот, ну, то есть у меня сколько, шесть курсов, каждому там по девять регрессий, после этого солнцестояния. Ни одна регрессия не повторяется, все разные. То есть вот, и на курсе здоровья все девять регрессий, вот сколько мы будем работать, они будут разные, под разные задачи. Мы будем подбираться, вот, к одной и той же проблеме, по-разному. И люди часто спрашивают, скажите, а сколько можно запросов решить там за один курс или за одну регрессию? Все. Вот вы берете все, что вас беспокоит, причем неважно, как называется курс, здоровье, деньги, отношения, там, страхи. Ваше бессознательное все равно будет работать с тем, что вам нужно. Оно вас приведет туда, вот что нуждается в исцелении, туда, что влияет на то, что у вас и страхи, и фобии, проблемы с деньгами, и с любовью, там, и со здоровьем. А уж если мы говорим про психосоматику, то причин психосоматических болезней порядка семи, мы их все будем разбирать. Мы, кстати, на курсе будем работать еще с проблемами веса, избытка веса. Вот прям первый урок мы с этого начинаем, он будет в четверг, где мы будем разбирать вообще все причины, которые ведут к набору и к удержанию веса. Вот те, которые на уровне психосоматики лежат. И пойдем в регрессию, позволяя, да, вот с этим со всем поработать и это все проработать. Здесь самое главное и осознать. И вот когда ты осознаешь причину, тогда вот это вот щелкает и начинает работать. Лера, ну а про ресурсную жизнь расскажешь про свою? Все-таки. Так ты думала, мы никогда не доберемся, но мы добрались. Говорит про то, что вот когда мы проходили регрессию 10 дней назад, то есть я там то мальчик, то я, значит, у меня там все... И в конечном итоге мы все-таки докопались до той жизни, где я была... Я была. Ну, то есть я была. Я была все-таки женщиной, я была каким-то... какой-то правительницей, я уж не знаю, там царицей или не царицей, но какой-то точно правительницей. Я была спокойная, как танк. Мне было, в принципе, вообще, как говорится, гори все... Ну, не гори все огнем в прямом смысле, но то есть у меня... А мне дали показать, как надо. Вот не надо... Как мне сейчас надо. Быть спокойной, не особо там реагировать, да? Я правильно... Да-да-да. ...не вратичкой, которая за всеми все уследить, проконтролировать. Без меня никто ничего вообще не сможет, все плохо, все это. А здесь стать такую абсолютно спокойную, уверенную в себе женщину, которая все знает, все умеет, все расставляет, но при этом без лишних каких-то эмоций, без лишних вот этих растрат своего ресурса, и, в общем, на самом деле это была, по-моему, вот конечная наша, да, с тобой путешествие, где мне уже дали показать, что вот надо... Да, вот такой процесс еще вот взаимный, то есть мы исцеляем прошлое, и прошлое исцеляет наше настоящее, когда вот нам показывают, а как может быть, а как надо, и тогда мы учимся у тех, кем мы были когда-то, вспоминая, пробуждая вот эту память внутри себя, и вот это, конечно, тоже удивительно, что мы можем делать в регрессии. Лерик, я не могу не затронуть эту тему про коронавирус, как ты понимаешь. Давай. Знаешь как, я, наверное, спрошу у тебя не про коронавирус, что это вирус, я не хочу тебя спрашивать вот эти про биологию, откуда он берется и как, чего я все-таки это уже сейчас в интернет открывай и читай, и смотри, кого хочешь слушай. Объясни мне, пожалуйста, вот все-таки на твоем уровне, вот как психолога-регрессолога, вот почему некоторых людей ковид затрагивает вот так по касательной, а некоторых бьет очень тяжело. Понятно, что есть хронические формы заболеваний, понятно, что там есть молодые, исходит так, что есть молодые и здоровые, которые подлетают очень жестко, да, а есть хронические заболевания, которые вот по касательной прошли и выбрались как бы хорошо, вот ты можешь как-то это объяснять? Да, потому что каждый из нас это определенная почва для вот чего-то, что приходит извне, для того же коронавируса, он живой, да, и с каждым у него свое взаимодействие, своя история. И если мы говорим про психосоматику, то у нас каждый участок мозга управляет определенными органами, и вот связан каждый участок мозга с органом определенными темами конфликтов. Что такое внутренняя тема конфликтов? Это наше некое переживание по какому-то поводу. Есть внутренний конфликт самообесценивания, например, и когда мы какие-то события нашей жизни проживаем, расписываем в собственной несостоятельности, у нас будет страдать лимфатическая система, кости, суставы, конфликт внутренний, связанный с утратой близкого человека, или страх потерять близкого человека, вот прям через смерть, через такое серьезное расставание, будет поражать яичники и яички, например, ну и так дальше. Очень много есть исследований, врачей, ученых, я опираюсь, и мне очень помогают в моей работе открытие доктора Райка Герда Хаммера, это новая германская медицина, мы будем это все изучать на курсе регрессия здоровья, да, я поделюсь с участниками таблицы его болезней, вы посмотрите, найдете первопричины всех своих болезней, и это ни разу еще мне это не подводило, но даже если мы отбросим его исследование, то вы удивитесь, насколько бессознательно будет орган, который будет болеть, будет вас приводить к какому-то событию жизни, вот как с Лерой когда мы ходили, которая повлияла на то, что происходит. Если мы говорим про коронавирус, который поражает легкие, то это три темы конфликтов, и в зоне риска те люди, кто переживает вот эти темы конфликтов. Первая тема это страх смерти, но страх смерти как такового не бывает, это страх за близких, что мы их потеряем, останемся без них, это страх, что мы умрем, не дай бог, и как же это переживут наши близкие, как же мы их оставим, это страх того, что будет там, за той чертой, и мы их знаем, это страх вообще что-то не успеть сделать, исчезнуть, не оставить свой след в истории, это все страх смерти, это страх мучительной смерти или болезни, вот такого мучительного умирания, страх быть обузой, это все тоже страх смерти, и люди, которые сейчас находятся в этом конфликте, внутреннем, они переживают коронавирус сильнее. это страх, второе, это страх территориального конфликта, это страх за свою территорию, за работу, за свой дом, опять же, потеря, люди, которые сильно переживают сейчас быть уволены, потерять свою работу, свое место, под солнцем, условно, это люди, которые находятся в группе риска, да, которые будут сложнее проживать, вот, да, коронавирус, и третье, за что отвечают легкие, это за способность дышать, что такое способность дышать на уровне психотоматики, вдыхать эту жизнь полной грудью, радоваться, наслаждаться, уметь отдыхать, Лер, не загонять себя, вот, в данном случае, да, это вот я тебе сейчас такой маленький колокольчик звоню, вот, и нам всем, собственно, да, вот, например, я перевалила коронавирусом еще в том году, и, да, я там проработанный человек, вот, я не сильно болела, но тем не менее, я прям вот с ним разговаривала, задумалась, потому что я пахала просто как ни в себя, я вообще не отдыхала, в тот период времени, я поняла, что просто мне нужно отдохнуть, вот, у меня вот эта третья тема конфликта, да, что я не успеваю дышать эту жизнь, наслаждаться, отдыхать, и вот меня вирус уложил, чтобы я, ну, хоть так отдохнула, да, это было послание мне, собственно, да, которое я извлекла, то есть стараюсь держать в своей голове. Страхи и все-таки любить жизнь. Проработать это все и не забывать, да, ну вот, опять же, от того, что мы это проговорили, вот мы вроде все знаем, мы столько книг прочитали, столько умных людей нас слушают, мы все знаем, но в нашей жизни ничего не происходит, потому что надо размыкать это все на уровне бессознательного. Вот, мой любимый образ чайника, человек это как чайник, у которого есть крышечка, носик, и мы разливаем по чашкам жизни вот все то, что там уже есть, вот это варево, все, что мы прожили, туда складировали, наши убеждения, верования и так далее. И пока вот эта система, эти крышечка закрыта, это вот наше левое полушарие, контролирующее, сравнивающее вновь входящую информацию с той, которая там есть, которая все знает, тут могу, тут не могу, тут мама говорила, там, ну и так далее, ничего не изменится. В методе реверсионной терапии что мы делаем? Мы открываем крышечку чайника, получаем доступ к бессознательному, там мы можем вообще все, что угодно сделать, помыть чайник, залить новое содержимое, потом мы выходим из регрессии, крышечка закрывается, а вот эти изменения продолжают действовать, там уже другое содержимое, там новые убеждения, новые верования, решения, состояние, да, вот по-другому прожитые события, запомненные по-другому в соответствии с той работой, которую мы делаем. И дальше мы можем развивать по чашкам жизни уже другое содержимое. Вот если в двух словах, то так. Лерик, я предлагаю получить интакт, и чуть-чуть все-таки поотвечать на вас. Немного совсем, да. Так. Привет всем, комментарии вроде бы я включила, а сейчас. Они сейчас начнутся. Пошли. Ребят, ну что, если что-то непонятно, задавайте Лере вопросы. Как попасть к вам? Приходите на ближайший курс, который вот, вчера был только вводный урок, каждый мой курс начинается с вводного урока, где я все подробно рассказываю, чем отличается трансфантазия, бессознатель, мы делаем упражнения, вы идете в маленькую регрессию, внутреннее место силы, уже начинаете знакомиться с бессознательным, и, да, получаете ресурс. В общем, постепенно, постепенно идем вот в данном случае работать над здоровьем, исцеляя душу, исцеляем тело. Сколько стоит курс? Он стоит 8 тысяч рублей. Вот он начинается, вот начался 5-го, но до 11-го числа еще можно присоединиться до 2-го урока, потом присоединиться нельзя. И курс будет идти до 11-го августа. Два раза в неделю вы можете уроки проходить в любое время из любой точки мира. Курс групповой, конечно. Вообще, группа, вот удивительно, Лер, да, вот я веду курсы, вот который год, и каждая, вот группа, она уже глубже и осознаннее предыдущей. То есть, видимо, люди, ну, уже и понимают, что это заметно, там, за мной следят, читают, да, уже вот, ну, настолько осознанные люди приходят, вот мы поражаемся. Мы сегодня с кураторами обсуждали, я говорю, как вам группа? Все говорят, ну, просто, вот люди знают, зачем пришли. Даже новенькие, которые никогда ничего не пробовали, с такой вот готовностью работать, им все уже открывается. Знаешь, мы еще просто вспоминали прекрасное место на Земле, да, чтобы получить ресурсы, а уже там кому прошли жизни, кому что, кому тело уже стало разговаривать и показывать причины болезни. Ну, в общем, как всегда, все по готовности. А можно не выйти из транса, если противопоказания нет? Из транса не выйти нельзя, потому что трансовое состояние, да, я вам говорю, это осознанное состояние, двойственность, рассудка. Вы какой-то частью осознаете, где вы находитесь, посидите, что за стеной у вас муж, да, у ног лежит собака, а какой-то своей частью, да, вы что-то видите, вспоминаете, осознаете. В любой момент вы открываете глаза, поэтому не выйти невозможно, никуда провалиться невозможно, ниоткуда не вернуться невозможно, потому что мы никуда не уходим. Мы здесь и сейчас в этом теле. И всегда. Как попасть на курс, присоединяйтесь по ссылочке в шапке профиля «Ершова регресс». Валерия Ершова, найдите меня. Так, ну, тут уже все одно, одно и то же. Чем отличается от расстановок по Хеллингеру. Расстановки, когда приходите вы, есть заместители, обычные люди, да, вот, вы рассказываете историю, эту историю на ваших глазах, да, там ставят, скажем, проживают, там работает в поле и так дальше. В регрессии вы одни. Все то же самое, только на вашем внутреннем экране. Регрессия дает возможность пообщаться с любым человеком на уровне своей души, независимо от того, жив он или нет, по меркам реального времени. И, да, мы можем сделать огромную работу гораздо глубже, чем в расстановках. Мы можем пойти в глубину нашего рода, да, исследовать линию мамы, папы. Ну, огромную работу мы там можем сделать. Вот на регрессии здоровья, например, нам вообще будут помогать предки. У нас у каждого таких много, которые обладали даром исцелять. С помощью слова, молитв, трав, рук и так далее. И они будут нас так же исцелять. В общем, ну, это будет удивительно. Так что приходите. Лера уже сказала, что индивидуальные, к сожалению, ей очень сложно вести индивидуальные. Да, Лер, курс? Я веду, но просто это, ну, сколько я могу человек в месяц взять? Это невозможно. Очередь огромная. Вот, поэтому ждать нет смысла. Приходите на курс, вы так же проработаете. Я доступна куратору, обратная связь. Поэтому ничем не отличается. Вопрос почитаю. А были ли случаи, кто ничего не увидел, и как понять, что это не фантазия? Вот я думаю, что эти вопросы очень часто... Да. Как понять, что это не фантазия? Мы уже отвечали. Фантазия. Процесс такой. Мысль. Мысль рождает образ. Образ рождает чувства, ощущения, эмоции. Контролируемый процесс. Мы можем им управлять. В регрессии с точностью до наоборот. Мы видим то, что видим. Мы чувствуем то, что мы чувствуем. Мы не понимаем, к чему это сначала вообще и как, и почему мы это видим. Мозг в замешательстве. И нам очень сложно увидеть то, что мы хотим. Мы видим вот то, что поднимает на поверхность сознания и бессознательное. Значит, в групповом процессе может быть такое, что человек говорит, я ничего не вижу, потому что мешает контроль, мешает отсутствие доверия себе, прежде всего, своему бессознательному, и мешает представление человека о том, как это должно быть. Вот он себе придумал, что это должно быть как-то вот так, потому что кто-то рассказал, что он прям вот как будто фильм смотрит, видит, а человек идёт и ждёт фильм. А у него это как-то немножко по-другому. Видение не под веками, оно где-то в голове. Да, вот мы делаем упражнения, когда есть вводный урок, я говорю, ну, например, представьте цветок. Вот сейчас каждый из вас, любой, вот первый, который придёт в голову. И мы так устроены. Я говорю слово, и слово моментально рождает у каждого образ, но у каждого свой, у кого-то роза, у кого-то фиалка, у кого-то посерёг, неважно. Вот это ответ вашего видосознательного. А теперь я вас спрошу, а где вы видите вот этот цветок? Он где? Вот вы сидите с открытыми глазами, смотрите на меня, при этом вы где-то видите цветок, представляете его, вспоминаете. Вот где это? Вы никогда не объясните, и никто не объяснит. Где там? Вот и в регрессии также. Где там? Да, вы можете вспомнить запах розы. Каждый когда-нибудь нюхал розу. Или запах, да, выпечки вкусный. Вы его можете чётко не почувствовать, но вы сможете его описать. Вы можете описать вкус лимона, и чем отличается от яблока, и представить лимон и яблоко. Вот это видение, вот оно такое, чувства, ощущения. Вы можете вспомнить какое-то событие в своей жизни, и это моментально вызовет у вас соответствующее чувство, эмоции, ощущения. Приятный или нет. Мы так устроены. И да, вот с чего мы начинаем? Мы просто учимся знакомиться со своим бессознательным, распознавать его послания, делаем упражнения. И, собственно, все начинают видеть. Мы возьмём видеть в кавычки, потому что это не то видение, когда вот мы закрыли, у нас вот тут прямо под веками фильм начал разворачиваться. Это начинает, но по-другому, где-то в голове. Я говорю, вот где это? Вот ты можешь объяснить? Это вообще невозможно. Но это невозможно. попробовать, когда это придёт, как это всё происходит. Я просто тут начала читать. Девочка написала, она, правда, уже улетела с этим, написала, когда была регрессия сонсостояния у тебя, ей привиделось, что у неё умрёт бабушка. У неё бабушка умерла через три дня. И она задаёт вопрос, так получается, мы можем видеть будущее? Ну, в смысле... Да. На уровне бессознательного у нас есть память и о прошлом, и у нас есть доступ к вариантам будущего, к потенциальному будущему. И, да, как и вещи сны, иногда бессознательно нас предупреждает о чём-то. Но иногда оно может показать нам страх. Вот бывает, что мы идём в будущее, вдруг видим смерть близкого человека. Это не значит, что это произойдёт. Таким образом, оно говорит, обрати внимание на свой страх и поработай с ним для того, чтобы его исцелить. И подумай о том, как сделать так, чтобы не оказаться вот на этом варианте развития, а оказаться на том, на котором тебе нужно. Но мы работаем, да, с потенциалами будущего определённым образом. Но, да, это возможно. И, кстати, когда мы работаем вот на курсе здоровья, тело прям каждому открывает и говорит на этот орган, обрати внимание, люди идут, проводят диагностику, выясняется, что там реально проблема. Хотя человек о ней не знал, а бессознательный уже знает. И оно только ищет возможность донести до нас эту информацию, нам помочь. Предстоит, как говорится, познакомиться и работать, и работать с нашим бессознательным. Лерик, хорошая вопрос. Как церковь и регрессия? Смотрите, церковь – очень условная история, поэтому, как церковь, я не знаю, надо спрашивать у церкви. Я могу отвечать только за себя. Я глубоко верующий человек, но не религиозный. И тоже найдите, вот, может быть, четыре или пять эфиров назад прям есть тема регрессия и религия, где я очень подробно всё-всё-всё рассказываю. Вот. И я считаю, что вот метод регрессионной терапии ночью – это вера, потому что нас сопровождает огромное количество и ангелов, и высших существ, да, и мы общаемся напрямую и со святыми, которые приходят, нам помогают. Поэтому я считаю, что этот метод вообще, ну, как бы всё от Бога на самом деле. Вот. Поэтому тут каждый отвечает за себя. это как айвазка, господи, услышали это слово, хуй айвазка. Айвазка? Нет, это не как айвазка, объясню. Я вообще против наркотиков, даже природных, айвазка, надо понимать, это наркотик. Вообще. я против неконтролируемых состояний, да, айвазка, это понятно, вы выпили какое-то снадобие, и дальше с вами случилось то, что случилось. И вы не можете это остановить, вы не можете это прервать, вы не можете этим управлять никак, и это очень жёсткий метод, когда вас выворачивают наизнанку, там, ну, и так далее, и тому подобное. Регрессия, управляемый, контролируемый, очень мягкий метод, который не проламывает никакие защиты, никому не дает поддых. Всё по готовности, чем вы готовы работать, и никогда не. А я спрашиваю, почему до 18 нельзя? Ну, потому что, потому что до 18 ещё не сформирована такая взрослая осознанная часть. Вот, очень легко получить доступ к бессознателям, открыть что-то, а вот дальше мы же через осознание работаем, дальше нужно много мужества, чтобы с чем-то поработать, нужен некий опыт, нужно уже немножко пожить, чтобы мы могли с этим поработать. Вот, дети нет, поэтому после 18. Вообще, в регрессию приходят где-то после 25, по большому счёту, и дальше, когда люди понимают, для чего они идут, когда они пожили, когда действительно есть уже какая-то причина. Хотя бывает, что и в 19, и в 18 приходят, но младше нет. потом вообще за детей до 18 родители отвечают, понимаете, а с 18 человек уже сам за себя отвечает, это его ответственность, а до 18 ответственность родителя, поэтому на групповые процессы нет. Знаешь, что у меня опять вопрос, вот как ты думаешь, почему в последнее время очень много людей стали именно задумываться о душе, о подсознании, о каких-то вещах, которых мы, грубо говоря, 10 лет назад, возможно, даже ещё и, ну, мы говорили там в своих узких кругах, но сейчас это уже стало, ну, так скажем так, набирать обороты, и очень многие люди стали задумываться об этом, почему? Я думаю, что имеет значение технологии интернет, что информация стала более доступной, естественно, распространяется гораздо проще, там, то, что я провожу сейчас онлайн-курсы, да, для тысяч людей, об этом несколько лет назад, но сложно было подумать, и многие мои коллеги до сих пор боятся даже просто проводить индивидуальную регрессию онлайн, потому что им самим кажется, что они выходят из тела, и что-то там может произойти, например, да, хотя этого не происходит, вот, плюс, конечно, меняется сознание на планете, да, новые энергии, ну, человечество проходит такой важный этап эволюции, когда, да, мы пробуждаемся, пробуждается эта глубинная память, люди вспоминают свои прошлые жизни вот просто вот так, да, я помнила в детстве несколько своих прошлых воплощений, в течение жизни они просто, да, спонтанно открывались мне, и я стала регрессологом не просто, потому что я решила стать регрессологом, я всю свою жизнь это исследую, мне это интересно, я долго не могла понять, а для чего мне это, потом, через метод регрессионной терапии, все это сложилось в единый пазл, и я стала уже помогать другим людям, а в начале это были очень глубокие просто исследования вообще, что, как, почему, как это влияет, вот, и сейчас все больше и больше людей становятся свободными для и от, которые действительно понимают, что мы по образу и подобию Божьему, что мы творцы, что мы создатели своей жизни, что мы так много можем изменить, что мы живем в сотворчестве, с другими людьми, с Богом, что нет ничего, вот, да, фатального, как мы думали когда-то, да, и, ну, это удивительное время, которое дает такие удивительные возможности. Вот с Парк Ньютон таким же методом работал. Конечно, конечно, он один из исследователей, из первооткрывателей, мы подхватили эстафет, развиваем это дальше, конечно, Майкл Ньютон, Брайан Вайс, Долора Скэннон, это все, я считаю их своими, да, учителями, хотя я их лично не знаю, но, естественно, я опираюсь на их опыты, на их знания, развивая совершенство дальше, поэтому, конечно. Лера, вы очень поддаетесь всякой чуши, идите хорошему неврологу, значит, так, девочки, во-первых, я не просила совета, это раз, а во-вторых, это не чушь, это два, а во-вторых, давайте-ка я расскажусь, куда мне идти, что мне исследовать и чем мне интересоваться, а вы идите к неврологу, ладно? Лерика, это я оттуда. Вот хороший вопрос, сейчас я отвечу, да, скажите, пожалуйста, может ли ребенок заболеть от внутреннего состояния отца или матери? Может. Дети очень связаны, они находятся в слиянии, очень сильная симбиотическая связь, и когда мы работаем вообще с детьми начинаем, мы всегда начинаем работать с родителями, потому что дети могут перерабатывать через свои тела наши стрессы, наши скандалы, наши, там, да, что-то такое. И вот ты решаешь вопрос с мамой и глядишь, у ребенка исцеляется болезнь, потому что дети могут болеть за нас, да, тем самым помогая нам, вот прям, вы знаете, в детстве мама заплакала, и все, мы сели рядом и плачем, мы даже не знаем, что произошло, нам не важно, мы уже плачем, да, мама заболела, и мы уже тоже чувствуем себя больными и так дальше, потому что очень сильное связание. Поэтому, да, всегда начинаем с родителей, дети могут болеть, да, за нас, нашими болезнями, перерабатывать через себя, и на них все прям отражается, посмотри, чем болеет твой ребенок, или твое животное домашнее, да, и я скажу, что происходит у тебя в семье. Животное точно так же, вы знаете, кошки особенно ложатся на больное место, заболевают болезнями, умирают за хозяев, это прям, ну вот, прям вот, да, это факт, это прям факт. Окей, лерик. А, ну тут роза, Василек, тут, я-то подобралась до комментариев про цветы. Да, да, я сохраню эфир, сохраню. Как найти аккаунт? Лера Ершова у меня, во-первых, в сторис еще осталась рекламина, во-вторых, я под эфиром напишу. Ершова точка регресс. Ерсхова точка регрессесса. Что вы за меня все переживаете и Леру спать? Лера еще не спит и еще отправить кому-то поцелуй отправила. В общем, я думаю... А вот, кстати, по поводу панических атак много вопросов. Да, смотрите, на курс можно идти с паническими атаками, если они не чаще, чем три раза в месяц. Тогда можно, и вы их проработаете, они уйдут. Если чаще, то тогда нужна индивидуальная работа с психологом и обязательно медикаментозная помощь, поддержка. Поэтому, если, да, панические атаки чаще, чем три раза в месяц, пожалуйста, идите к психотерапевту, к неврологу, не думайте, что это пройдет само, не думайте, что вам поможет просто психолог. Уже телу нужна помощь, услышите меня. Если не чаще, трех раз в месяц или были когда-то, приходите на курс, проработайте, они уйдут, как не бывало. Вы так похожи, пишут нам. Мы две Леры. Мы две Леры. Мы два Тельца еще. Два Тельца, две Валерии. Угу. Нельзя заглядывать в будущее, гадать. Мы не гадаем. В регрессии другой процесс. Мы вообще не гадаем на будущее. Я вообще против гаданий, да, и предсказаний, и пророчеств. Я в них не верю. Я говорю, что будущее не предопределено. Мы исследуем потенциалы. Есть многовариантность. И в регрессии мы можем поделать разные выборы и посмотреть, а как тот или иной выбор приведет нас к тому или иному событию. И это позволяет нам сократить время, да, для того, чтобы не идти туда, куда не нужно, да, или не волноваться там, где волноваться не нужно. Мы можем посмотреть оптимальный вариант развития событий и посмотреть, а что мы сделали для того, чтобы там оказаться. Ну, и так дальше. Но жить свою жизнь надо нам. Никто за нас и не проживет. И просто так мы в дамках не окажемся. Вот. Поэтому мы определенным образом с этим работаем уж точно не гадаем. Почему такое название метода? Регрессия. Регрешен от английского слова возвращение. Мы возвращаемся назад к прошлому и работаем с нашим прошлым. То, что было минуту назад, уже прошлое. Так, ну что? Ладно, здесь в половине уже повторяются вопросы. Девочки, мальчики, я, конечно же, сохраню эфир. В общем... Ой, Лер, это очень смешно. Ну ладно. Конечно, я сохраню эфир. На самом деле, это очень интересная тема. Я думаю, Лерик, это было интересно. Это было, наверное, что-то как-то очень, может быть, даже неожиданно для моих подписчиков, по крайней мере. Но тем не менее, я тебя прям благодарю за нашу с тобой историю. Нас ждет еще с тобой регрессия, знаешь, индивидуальная. Знаю, конечно. Нам еще есть, и мы будем работать. Да. Лер, спасибо, на самом деле, что пригласила. Я очень рада, что ты решилась поделиться. Я до последнего не была уверена, что ты решишься. Я знаю, что это тоже требовало мужества об этом рассказать. Потому что ты известный человек. Потому что, конечно, не хочется читать какой-то ряд отзывов. Но каждый услышит то, что услышит. И каждый возьмет то, что ему нужно. Кого-то может осенить через какое-то время. Он вспомнит, что есть такой метод, когда припрет, когда он поймет, что ему нужна помощь. Поэтому жизнь такая длинная. Люди же с разными задачами приходят. Кому-то нужно тоже сбросить свой стресс вот таким образом. Первый век нас всех ведет к каким-то таким вещам, которые где-то на подсознании. Где-то мы должны правда изучить там свою душу, свои какие-то моменты, которые мы не можем объяснить. И не обязательно же то, что мы не можем объяснить. Это не значит, что этого нет. Поэтому давайте каждый путем. Кому-то это зайдет, кому-то это не зайдет. Я думаю, что тут уже как выбор делает каждый. Лерик, спасибо тебе огромное за нашу беседу. Она дико интересна. Я вообще об этом могу с тобой говорить бесконечно. Возможно, даже и не в прямом эфире, а так за чашечкой чая. В общем, скоро меня жди на очередную регрессию. И нам есть много, что обсудить. Да. Все. Я стараюсь. Эфир. Да. Лерин аккаунт естественно напишу. Лена Симачева. Вот, кстати, у которой я сейчас здесь. В Сочи у меня Маша на балетном у нас такой балетный лагерь. Лена Симачева тоже у нас в эфире. Лена, нам утром к единорогу. В общем, закругляемся. Всем доброй ночи. Всем пока-пока. Пока.